Телеканал КРТ представляет Продукты питания и бросать через окна, а деньги граждане Одессы бросали в тазик с уксусом. Когда у них закончились деньги, а у продавцов продуктов продукты, Дюк Ришелье экспроприировал хлеб у торговцев и стали его раздавать бесплатно гражданам Одессы. В Одессе умерло около 2000 человек благодаря этим мероприятиям в 1812 году, а часть городов Европы были выкашаны на 80%. Вот вам пример из нашей истории эффективности карантинных мероприятий. Кстати, чума была привезена артистами из Италии, артистической труппой, приехавшей в Одесский театр на гастроли из Италии. То есть я это рассказал для чего? Медицина Украины богата традициями и наука медицинская до сих пор имеет людей, сотрудников нашей академии, наших академиков, которые являются авторитетами в мире. В Украине почти мало об этом кто знает. Да, они ездят на симпозиумы, они делают научные доклады, но почему-то политика в последнее время, что нам не нужна украинская медицинская наука, все что нужно мы вам расскажем оттуда. Но я вам скажу, что если мы претендуем на то, что мы хотим быть действительно развитым государством, мы не обойдемся без отечественной медицинской науки. Мы не обойдемся без отечественного медицинского производства. И скажем так, что нет государства достойного и самостоятельного, которое не имеет своей армии, своего искусства, своей высшей школы и своей науки, особенно если мы говорим о здравоохранении. Потому что на самом деле, я уже об этом говорил, здравоохранение это система национальной безопасности. Те препараты, которые где-то разрабатывают и которые сюда дадут или не дадут, вопрос, вот сегодня уже многое чего мы не можем купить за границей. Хотя бы потому, что прекращены авиасообщения, не говоря уже, если мы столкнемся с какими-то военными глобальными проблемами. Если посмотреть, как финансируют развитие медицинской науки в Украине, и я уже молчу за медицинское производство, поскольку там, я так понимаю, еще больше денег надо, чтобы развивать именно медицинское производство современное или экспериментальное у нас в Украине. То есть как вот здесь обстоят дела? Я вам расскажу о примере. У нас в составе Национальной Академии Медицинских Наук есть Институт Микробиологии имени Мечникова. Этот институт возник в позапрошлом веке, когда местные врачи направили молодых коллег в лабораторию Пастера для того, чтобы научиться делать вакцины. Они приехали и сделали мануфактуру по производству вакцин. Потом это превратилось в завод по производству вакцин. А в 20-е годы, какие были государственные мужи, которые еще не закончилась толком гражданская война, еще гуляй поле, еще эпидемию и еще голод, создали Институт Мечникова. И этот институт имеет коллекцию микробов еще до антибиотиковой эры. И имел производство вакцин, которые поставлялись на весь бывший Советский Союз. И сейчас эту производственную базу как-то и отобрали, и уничтожили, приватизировали. И они что-то там производят, только уже не под государственным патронатом, а для бизнеса. Украина ничего не покупает. О чем я говорю? Я говорю о том, что то, что мы имеем, нужно было приумножать, в том числе медицинскую науку. Когда медицинская наука финансируется по остаточному принципу, она какое-то время может жить на энтузиазме людей, которые посвятили свою жизнь науке. Но она будет умирать вместе с этими людьми. Молодежь, которая приходит в медицинскую науку, потому что у нас, на самом деле, что бы мы ни рассказывали, достаточно много талантливых и заинтересованных молодых людей. Они получают знания, они обучаются, они находят себе место в другом мире, в других странах, где по достоинству оплачивают ученых, которые занимаются биологическими науками, медицинскими науками, и уезжают. И постепенно, как вымирает социум, как уменьшается население, еще больше уменьшается количество ученых, и мы теряем медицинскую науку. Теряем. Еще есть люди, еще есть школы. Но если не предпринять экстренных мер государственной поддержки, Украина останется без медицинской науки, а значит, еще потеряет одну составляющую своего государственного суверенитета. Потому что, на самом деле, те же китайцы платили талантливым молодым людям, чтобы они ехали, учились, становились учеными в отрасли здравоохранения, а потом еще их финансово стимулировали возврат в Китай. В том году президент нашей академии Виталий Цамбалюк и рад академиков были в Китае. Они приехали, удивленные не столько состоянием медицинской науки в Китае, хотя и этим сильно удивлены были. Как много государства тратит денег на развитие медицинской науки. Но были удивлены, как много молодежи, которая училась где-то там, в американских и европейских школах, и вернулись на работу в Китае, потому что их мотивируют, потому что для них создают все условия. Насколько сильно они интегрированы в медицинскую науку мировую, а при этом служат своему государству и служат не за страх, а за совесть, будучи мотивированными. Поэтому если мы потеряем медицинскую науку, потеряем академию наук, да, скажем, и сегодня академия медицинских наук согласна, что нас нужно изменять, нас нужно модернизировать, исходя из того, как будет выстроена линия создания новой системы здравоохранения в стране. На самом деле так много разговоров о реформировании здравоохранения, но где вы видели документ, общедоступный, описанный популярным языком для граждан Украины, план. В этом году мы делаем это, в этом, в это, в это, в это. Имеем цель. Вот такую, такую, такую. На самом деле Всемирная организация здравоохранений постоянно мониторит состояние систем здравоохранения в разных странах. Пункт первый этого мониторинга – наличие в стране документа, принятого на государственном уровне, то есть или принятого парламентом, или принятого правительством, которые описывают проблемы в системе здравоохранения и дают план устранения этих проблем на конкретный срок, пятилетку, например. К сожалению, этого нет. Все, что нам сказали, это закон про автономизацию и закон про изменение финансирования, финансовых гарантий. И с 1 апреля мы делаем изменение системы здравоохранения. Кто-то прогнозирует, сколько у нас останется клиник. То есть вот мы выходим снова от проблем глобальных, от проблем выживания нации Украины, проблемам реформы, потому что это действительно очень взаимосвязанное явление. Я думаю, все-таки такой план есть. Просто если его озвучат, то нам очень не понравится, но если мы посмотрим количество населения и с какой скоростью оно сокращается, тогда, в принципе, как по мне, это называется просто экономический геносит. Просто этого в плане, конечно же, мы не увидим.